Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о матче Зенит-Крылья Советов, где, к великому сожалению, футбол обсуждают не так активно, как судейство в этом матче. И сейчас мне хотелось бы поставить все точки над «и» и окончательно разобраться в вопросах судейского арбитража. В рамках обзора я решил особо не загружать видео своими размышлениями, иначе оно растянулось бы минут на 20, поэтому сейчас я сосредоточусь на каждом спорном и неоднозначном эпизоде отдельно, разберу его и постараюсь высказать свое конкретное мнение. Ну что ж, поехали! Но сперва мне хотелось бы рассказать о спонсоре данного выпуска. Это каперское бюро «Бест Кэпэ». Футбольные прогнозы от опытных аналитиков. Опыт в ставках с 1999 года. Ну и постоянным клиентам оплата после выигрышей «Бест Кэпэ». Проходите по ссылке в описании. Знакомьтесь! Итак, давайте начнем с тех эпизодов, где арбитр отработал, так скажем, против Зенита. Обсудим два отмененных мяча сине-бело-голубых, в которых Дзюба оказался в положении вне игры. Причем, что характерно, в обоих случаях Дзюба сам не забивал. Сперва забил Малком, а потом Азмон, но именно Артем в эпизодах предшествовавших, взятию ворот, оказывался в нелегальном положении. В положении вне игры, пускай и на тоненького, но там действительно был офсайп. И в первом, и во втором случае. И поэтому здесь никаких особых вопросов по арбитражу возникнуть не должно. В обоих ситуациях Дзюба активно поучаствовал в эпизоде. И хотя формально он мячи не забивал, но разумеется, так как эпизоды предшествовали забитым галешникам, здесь, в принципе, все по делу. А теперь сосредоточимся на неоднозначных ситуациях, когда арбитр судил, получается, уже в пользу Зенита. В частности, назначенный пенальти за игру рукой Тимофеева. Давайте разберем данную ситуацию. В принципе, здесь видно, что футболист Крылышек пытается сыграть чисто. Он вроде как убирает руку и пытается сыграть именно плечом. Но все-таки следует признать, что плечом он здесь отработать не сумел. И если посмотреть на его руку, то здесь мяч оказался однозначно ниже его плечевого сустава. В таких случаях арбитр скорее ставит пенальти, нежели не ставит. Да, здесь можно долго рассуждать на тему того, что Тимофеев пытался сыграть плечом. А касательно руки, ну куда ты ее денешь? Она так или иначе будет чуть-чуть позади. Но, с другой стороны, мы видим в этом эпизоде, что позади Тимофеева был Артем Дзюба. В данной ситуации игрок Крыльев за счет руки смог, так скажем, расширить площадь, которую он накрывает и которую он блокирует. И за счет этого он добился неправомерного преимущества. За счет руки он смог заслонить путь мячу к Артему Дзюбе. Поэтому, в принципе, в данной ситуации, несмотря на определенный такой привкус неоднозначности, пенальти скорее нужно ставить, чем нет. Ну а теперь по самому главному, по отмененному забитому мячу Радонича. Итак, с одной стороны, здесь, конечно, есть доводы в пользу того, чтобы отменить взятие ворот. Потому что рука находится в неестественном положении, это нужно сразу констатировать. И было неоднозначное касание. А вот дальше начинаются вариации и дальше начинается размышление. Потому что здесь очень сложный вопрос, считать ли это конкретно игрой рукой. Обратите внимание, подобные моменты были не так давно в других чемпионатах. Например, в Испанской лиге. Каим Бензима в схожей ситуации смог обработать мяч вот примерно тем же самым местом руки. И в результате дальше он забил решающий мяч ворота Сосъедада и принес Реалу победу. Вот здесь, даже после всех просмотров и анализов, испанские судьи оставили гол засчитанным. Сравните две ситуации. На самом деле, они очень похожи. И в целом, хоть у Бензима рука находится в более естественном положении, чем Глушенкова. Но, в принципе, ситуации достаточно схожие. И место на руке примерно одно и то же, которым Бензима и Глушенков касались снаряда. При этом, для справедливости, стоит отметить, что в том же самом испанском чемпионате в текущем сезоне был отмененный мяч Лео Месси. Который был отменен, опять же, из-за схожего эпизода. И при этом мяч коснулся Леонеля куда ближе к плечу. А фактически он черкнул здесь по плечу аргентинца. Поэтому в данном случае, казалось бы, ситуация куда больше в пользу игрока атакующей команды. Однако тут испанские арбитры отменяют взятие ворот. Опять же, по схожим основаниям, по причине игры рукой в нападении. Вот и пытайся здесь понять, как именно нужно судить. Вот вам эпизод Глушенкова, вот вам эпизод Бензима, вот вам эпизод Лео Месси. В общем, в данном случае, касательно отмененного забитого мяча, я бы сказал, что ситуация по-прежнему неоднозначная. И в первую очередь здесь вопрос связан с тем, что футбольные правила не совсем четко регулируют данный вопрос. Повторяю, мы видим испанский чемпионат, где в схожей ситуации Бензима разрешают забить, Месси отменяет гол. Вот, в общем, такая ситуация. Хотел разобраться до конца, но по факту вопрос остается актуальным. Даже подтянули зарубежную, так скажем, судебную практику на примере Месси и Бензима. И даже тут, получается, ни черта не понятно. В общем, пишите в комментариях свое мнение касательно судейства в этом матче. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok